Она создает нам путь исследования, Лаура, художница из Калюрии, и работает с видео, и все пересекаются, скажем, какие-то леначные материалы, или самая снимает, или что-то на грани между инструментами, потому что оно и оно. И в данном случае для выставки у нас идет новую работу. Здравствуйте! Здравствуйте! Это письмо «Лет Май Поплел Го». Это экспанденцем письмо, это то, что это фильм, который был в спасти, в 5-чанале инсталлации. Эта инсталляция, которую вы видите, называется «Испустина Ротмий», и она является, вроде бы, фильмом, но он является 5-канальным, и такой ланцюжок, такой видеоряд, вытворюется на 5-ти экранах. Таким образом, это экспанденцем письмо, это связано с кока-плантами, которые используются в этой инсталлации в Коломбийской Амазоне, Муинам-Уруи-Коммунити. 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 И тут показано, як абсолютно по-новому можна підійси до певних речей, які вже застереотипізовані, Потому что эта громада ставится как божество, как кока, и хотя мы все принимаем это скорее в контексте кокаин, наркотографии то что, для них это божественная рослина, которая даёт им возможность жить, с которой они общаются, и вокруг которой они построили целую этику, отношения и историю своего жизни. Один из моментов, который Кока Плант позволяет им быть вместе, это элаборация Мамбе, это элаборация Мамбе, которая идёт на всех экранах, которые вы увидите, и все видео, все письма, это фокусировано на элаборации этого кока-поудра, этого святого кока-поудра. Ну и что держит всю эту громаду разом и вокруг рослины кока, символизируется через такий зелений порог, который производится из этих растений, и на всех экранах вы будете видеть этот зелений порог, или зелений пил, как символ единостей и символ фрации, нефтомной и духовной едности с этой громадой. И две последние вещи, первое, что кока-поудра – это элаборация Мамбе, в этой элаборации, и вы увидите небольшие элаборации о том, что кока-поудрация Мамбе, что кока-поудрация Мамбе, с которым вы будете работать в диалоге. И второе, что важно для меня, в этой письме, это, с тем, что все, что мы видим, вокруг кока-поудрация Мамбе, я чувствую, что смотреть и быть близким к этому другим использованию, это тоже способ, чтобы рассчитывать нашу отношения с Натурой. Натурой, и Натурой, не быть просто объектом для потребности, но как объективность, с которым вы будете работать в диалоге. Ну и хочу вам сказать, что в цей громаде, в целом, в моей стране, рослина коки мае фемининно-жиночу суть. Вона особливает собой жиночьество. И для них это богиня, если хотите, с которой они залучаются до постоянного диалога и общения. И это одна часть, которую я маю поважать в этой культуре. И для меня это очень важно, что все это насильство, вся эта злочинность, которая асоциируется с кокаином, не может у нас, в нашем понимании, перекреслить то, что первинно в этой громаде, как связок с природой. Потому что природа не всегда существует для того, чтобы ее спотворили и перевернули на негативное споживание. А вона существует для того, чтобы быть не объектом споживания, а субъектом, с которым можно вести конструктивный диалог и общение. И здесь несколько серий, которые все связаны, как я сказала, как будто в постоянный ланцюжок. Я этим занималась уже несколько лет. Для меня это возможность деколонизировать нашу историю, показать историю колумбийско-американского народа и понять, в антропологическом смысле, все, что мы можем узнать в цикле. Это видео, в отличие от предыдущих, всего лишь 6 минут. Вы можете вернуться. Да, друзья, я приглашаю, да, прожди, отмойти эту работу, и потом мы будем все уже на входе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok